ну челку могла поправить сейчас поправлю я спала в шатке тут дует вот окно ветер 20 метров был так прям вот с ними какая погода зимушка зима здравствуйте прям сказка я это чадил я друзья хотел поговорить это вот пишите если не трудно если как свои мнения какие это печку растопился на счет чего какие кто что считает полезно ли вот к примеру водать там две недели вообще на травах нет нет надо подготовить организм нет вот можно я сейчас свои пять копеек ставлю после болезни корида организм ослаблен к примеру человека можно я договорю это нет это вредно я считаю потому что нужно во первых организм подготавливать там сначала два дня там на травы потом там по дню прибавлять то есть нужно организм разумеется подготавливать это тоже самое что вот ты говоришь 14 дней голодать это тоже самое что не подготовленным мышцам дать нагрузку поднять к примеру штангу 250 килограмм то есть человек физически не подним если он не подготовлен это тоже самое абсолютно также вот эти голодовки 14 дней моча в мозги ударила ну то уж не выражайся тоже пожалуйста но это не маты во первых и во вторых это никакие не выражения так уж сильно переживать умереть не умрет человек от этих пример но мне кажется только вред это бред я как-то 5 дней помню дубин голодал а потом начало там наоборот перестала есть и стала выбирать и стала переть это переть как организм как будто чокнулся но это тоже кстати неправильно обмен веществ какой-то там когда ты есть там когда хочется есть когда не хочется вчера вообще мало я надо вообще нет аппетита есть немножечко съешь две ложки все вы не хочет тогда прям это хочет организм также спать еще на ночь помидорки ела я вспомнила и бутербродик и макарон ложка чашки тикают как и зарядка и не ел весь день не хотелось и все так же спать иногда спишь как лошадь а иногда не спит так и это организму со мной ну вот интересно кто что скажет мне кажется что это вред а может и не кажется скорее всего а может и мою версию поддерживать какую ничего я говорю ну ты точно так же выручка это вред это же самое что неподготовленным мышцам и человеку дать поднять штангу 250 килограмм он не поднимет физически он не поднимет даже если он всю жизнь к примеру цементом нет хотя если метр на мешке всю жизнь таскал туда и возможно поднимет мышцы-то все-таки уже на работе я как-то один раз это на приседался на своих ну ладно не буду гневить бог на своих ногах это а потом ходил конечно неподготовленные мышцы не подготовлены а надо было 10 а надо было 10 а надо было 10 и неделю так по 10 а на следующую неделю прибавить 5 раз и уже по 15 потом еще еще прибавить пап еще 5 прибавить по 20 и так до 100 а со 100 потом идти на обратную опять то есть опять по 5 раз убавлять это самое ваги нормальное чтобы чтобы мышцы были как бы подготовлены всем добра хорошей погоды будьте умнее всем привет я с утра даже не умывался не причесалась как легла спать сделала же как его пучок шапка дело так и легла спать вот но так-то в доме не холодно я вот встала растопила растопил я уж поздно на 8 у нас будильник стандартно заведен устаём иногда и миль пол девятого только раскачался стал лежал-лежал не как-никак я хуставой давай дрова колоть и печку запить это опять заметать вчера всего на коленку все промывал все везде все очищал опять это ну каждый день откуда а я еще выскочила в этих там снежище сугробы это как его ворошков кормить птичка а Соли, у меня рука тресется. Зашусь. Она трескалась. Так я может. Нашурлась, драчуня. Бьет как, не знаю эту. Да вон там ей. Глажу. Вот такая вот картошечка. Да, мелкая, в пятерочке. Ну 38 рублей, но она нормальная. А лук 20 рублей, по-моему, килограмм. Вообще дешевле всего. Морковка мелкая, грязная была такая вся. Но ничего, я перечистила. Зато морковка 28, да, по-моему. Я еще удивилась. Я говорю, нифига, по такой цене, конечно, бери. Но он по телефону ходит, покупает, а по наушникам разговариваем, короче, онлайн. Вот. Когда он в магазин ездит, это. Я говорю, ну, конечно, бери. Сейчас картошечку буду, наверное, тушить. Птичка обязательно сюда поскармливаю. Я вижу, они с утра сидят, у них там все засипело, их нет, кормушка 600. Я их туда насыпаю в бокальчик. Я вижу, они сидят такие, ждут. Я говорю, пойду им хлебушка дам. Так, ну, печку все растопило. Если кто что скажет мне про дырки, я специально, я люблю так. А так все там завод здесь опаснее. Я уже 100 миллионов раз говорю. Вот. Если было опаснее, я бы все сама бы заделала за полчаса. Я пробовала это, там, там, не перегорит это, ну, ладно, об этом ничего. Ой, вот такой день. А, вчера это, здесь немножечко, поочище немножечко, как его. Ну, там, мамин склад, я туда не лезу, за территорию ванны там. А люди, когда постарше, у них всегда склады, у большинства. Ну, тех, которых я раньше знала. Дай бог, царство небесное. Полу улицы, как говорится, уже нет. Вот. Тех, кого когда-то знал. У них тоже складирование было такое, которое не объяснить. Ну, а здесь я как смогла, короче, это. Все же, как говорило, немножечко выгребаюсь иногда, как говорится. Так вот, ты в кухне все, мыло, мыло, мыло. Вот так, на коленочках, на коленочках, тряпочкой. И у кошек я мою. Сейчас я им воды попить налену. Я слежу и бокал им мою. Ох, какого, гора птиц налетела. В общем, вот такой, такой вот день. Вот час стояла на ногах, я не присел, ничего, как встал, так все. Пока вот эта мелкая морковка, все, ты... А что ты не присела-то, а дочистила? Картошка, что ли, беда? Ни фига себе. Пока всю картошку перечистила. Ну, как-то вроде стоит. Что ты, матюш, проверка, спецпроверка. Да, Эмиль ездил на рынках всех с наступающим крещением, с наступающим праздником. Сейчас отдохну немного, гляну, полежу. Смотрю свои старые видео, это. Сейчас отдохну немного, замету. Косточки взял за 50 рублей. Матюш, уже нюхать. Матюш, я тебе и колбасу с утра дала, и корм у тебя наложен. Пить вам там не долила. Сейчас, потом тогда даду. Глава кругом. Это, пошли, подлива, объясню, как я делаю. Матюш, не трогай ты ее, что ты? Черныша, я смотрела, старые видосики пересматривала. Я там еще малюсенький. Не сдави, Захачевка. Просто подлива можно из супа использовать куда угодно. Килограмм моркови, три луковицы, масло подсолнечное. Ну, где-то вот так вот я от стакана. 250-граммовый стакан где-то вот столько вот масла. Да, порядочно польем. Ну, это немного, 250-граммовый стакан, и где-то вот столько вот. Ну, полстакана, короче. Ну, меньше немножко, чем полстакана. Ну, 100 грамм, короче. Чуть больше 100 грамм масла подсолнечного. Килограмм моркови крупно нарезанной. Три луковицы. Один чесночок. Вот, все это тушится, тушится. Где-то... Греется телефон просто. Ага. Тушится где-то, ну, минут 10-15, вот, мешается. А потом я добавила, короче, свежий один помидор, потом три соленых помидора, потом натерла терочки, три соленых огурчика. Так, солить не надо, потому что соленые помидоры используют соленые огурцы. Вот. А в конце немного столовую ложку там от пасты положу, когда уже все вообще напарится. Сдвинул, естественно, на краешек. Здесь будет томиться. Томиться можно даже не мешать практически. Ну, так, один разочек. Здесь не подгорит у меня. Здесь у меня... Тихая зона. Тихая зона для томления, здесь для варки. А здесь мятую картошечку, короче. Чайную ложку соли. Мятая картошечка, 3 килограмма полтора, она мелкая, ее пока перечислила, офигела, короче, уже. Все, стой, и мне говорят, что ты уж присел. Я тебе огурчики, кстати, собранники, у меня капелька покушу. О, а можно мне? Огурчик? Да. А, ты проедешь, я подумал, который я покупал. А, я стену открыла. А-а-а. Хрустящий. Вкуснянский. Сейчас я чуть-чуть передохну, и буду заметать. Снимаешь это? А, друзья, картошку я буду толочь, как моя подружка Кать это делала. Вот. Два яичка можно, или одно хотя бы яичко. Ну, одно можно сэкономить, свойское, ну, домашнее яйцо. Одно яичко на кастрюлю, полстакана молока хотя бы. И модю, пироженку. Вот, можно даже стакан, можно полстакана молока. И кусочек сливочного маслица, вот, будет вкусно. Молочка, яичко и маслица. Толченую картошку. Пироженка. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Это пирожочек. Моти Пирожкова. Моти Пирожкова? Да. А тут фонарик не включен? Включен, включен, включен. Угу. Вот, тапочки. Блин, Джейми, Оливер, смотри. Горячая. Не вкусная. Пол пачки сливочного масла, пол бутылки молока. Ммм. Нарез маску. Как его? У меня осталось там мало, сынок. Я вдруг буду печь что-то завтра. Мне нужно молоко. А я для питья покупал. Нет. Пить там нечего. Во-первых, пол бутылки я на всех делить не буду. А одному тебе это так не по честности. Если пить так всем. А пол бутылки там пить нечего на всех. Это смех. Потому что мне пол бутылки ушло, чтобы что, реально вкуснятина, да? Чтобы просто не жарить картошек. Ммм. Нежнейший. Нежнейший, да? Ммм. Потому что я прожрала пока почти вся вода полностью уже выкипилась. Вот. Ммм. Потом одно яйцо, по бутылке молока и по пачке сливочного масла. Ну что ж ты толканься не могу? А подливы как? А я с подливы, я. С подливы как удалось? Что, реально, да? Ну подними тарелочку, как-то обычно. Очень вкусно-то. Огурчики прям вообще по соленой идеально. Есть из десяти все. Да. Ну все. Всех с наступающим. Морозы будут, наверное, недолгие. С наступающим кричением. Все. Я сюда так режу, так ровнее получается. Честно, так с ними пропитываю. Ты как-то режешь. Давай я бы разрезала. Я зато разрезаю все, а не продавливаю. И не продавливаю, вернее. Печь хорошо. Ой, как жарко. А на улице лёжь идёт. Кипел. Сынок, не соль, я только помыл. Курал. Только помыл. И там всё дымило. Продымило сегодня по сердцу и не застелил. Он иногда наверх одеял убирает из кафе, и я убираю. А иногда... Я никогда одеялку не убирал. Это я убирал наверх. Вернее. Это. И я. У меня оставалось немного мандарина. Я его заморозила. Немного, как его... А, три банана и какая-то вот эта манга. Я это заморозила в морозилке. Засахарила, как его, с сахаром. Вот. А потом просто сварила варенье. И вот промазала и поставила на сутки. Как его, домашний хлеб. А этот вот горячий. Аромат идёт необыкновенный. Он ещё кипяток. Он ещё пока горячий. Аромат идёт. Запах на веки. Прям вот... Прям на весь... Ну, прям вот запах такой идёт. Приятный прям. Ну что, давай попробуем. Это я просто, чтобы не пропадали фрукты, как говорится, решила это. Да, но пополам разрежь, мне много такого куска будет. Я вообще вот так вот хочу разрезать. Я чаю уже сделала. Я смотрела про Израиль, лежала, отдыхала. Слёз плакала, когда смотрю про Израиль. Я иногда плачу слёз там про всё. Смотрю. Ну, когда... Ну, зачем видео об одном, а говорить о другом? А, ну всё, ну просто мысли. Это смена темы. Ну, ладно. Смотрите, вот. Обычный варень. Да ничего, нормально. Да она не кислая. Угу. Нормально с чаем. Ну, хотя бы натуральная. Крема сейчас не идёшь на козье. Да ничего, нормально. Ты дожу, а потом говори. С чаем нормально. Саломли хайк, говоришь. Ну что? Мм. Давай. Мм.